добрый день уважаемые слушатели в эфире передача в гостях у большого ганса не знаю почему но большой ганс несмотря на то что он должен приглашать его гостям почему-то решил сегодня гостям стать сам причем на таком животрепещущем выпуске в котором он в общем то в этой теме уж он то знает толк вот ну да ладно ну не только в игре просто мы будем показывать на примере игры но эти советы могут пригодиться и в реальной жизни мы пользуемся в реальной жизни ну да надо уметь использовать их вне игры потому что на если вы будете ходить по улицам и вот этот метод применять я думаю из вас сделают короче у вас очень сильно начехлят за такие слова ну да ну не знаешь если хотите говорить такие слова всем найдется тот кто тебя начихлит обязательно робот рейнс ну блин оба это уже был спойлер ну давай говори ну давай говори Смотрите продолжение в следующей части. Хотя те, кто смотрят нас, ну уж, должны знать, потому что мы про них говорим, ну, наверное, в каждом выпуске. Плюс даже ники у нас, они олицетворяют одну из самых великих группировок в истории. И подчеркивают оттуда вот такие вещи, как вот... Ха! Ха! Вали! Вали! Добивай! Эй ты! Теперь будем начехлять. Сейчас мы начехлим козла и продолжим. Чтоб мы начехлили вдвоём очень много козлов. Ну вот. Ха! О, мэн, ещё не всех. Подождите, нам... Нам надо не... он стреляет он стреляет колбой подожди, добрать бы его пока надо давай он меня вообще сильно пробил да, ну вот, как вы видите на экранах нагибать на поле боя мы умеем очень хорошо хотя когда мы играем взводом, начехлять у нас получается вполне себе мощно ну да, я играю не взводом сейчас, не в танке потому что в танке играть не взводом не очень интересно, потому что приходится вот опять-таки начехлять, я очень хорошо умею начехлять на поле боя но вот одному вывозить боевые действия вести в чате уже сложнее, потому что на тебя нападают не так, как в бою очень редко ты воюешь один с пятнадцатью вот в чате ты всегда воюешь один против всех вот я сейчас буду начехлять в лаз вот я убегаю ты его насаживаешь там хуцеры стоят я еду, там просто хуцеры стоят я могу не успеть тебя просто фух, ну я хотя бы отомстил да он но я Да, в принципе это чисто его талант. Ну и вообще, у сценаристов ОВЕ, у них довольно-таки, судя, да, да, и вот они уж воевать в чате точно бы не смогли, потому что те промо, которые пишут они, ну это просто такой, вот примерно то же самое пишут вот в игре у нас наши оппоненты. Он начал начехлять. Да? Правильно, у него пушка второго уровня. Ага. He's here. Изменилась не только сама его речь, но и вообще его поведение на ринге в целом. Он как-то стал больше забивать на то, что про него говорят, и начал больше говорить сам. Ага. 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 Я вот еще все пытался вспомнить С чего у нас началось Это все Когда мы начали пробовать Когда мы основали Клан Дети Диц Клан и клуб Мы сначала были такие Молчаливые убийцы Мы нагибали своих Да, мы нагибали своих Массово Но делали это исключительно молча Потом, когда нас несколько раз Закрыли за такие дела И мы поняли, что It's time to calm down Мы перенесли Свои боевые действия Собственно, в чат Не прекращая при этом Периодический отстрел Но за Уничтожение своих В чате Намного меньше, да и практически никаких санкций нет Сейчас я вообще не помню, когда нас последний раз Банили за то, что мы уничтожаем чат Мы унижаем Ну вообще, ну стоит Хотя Ну да, а так вообще Вот мы уже очень давно и долго унижаем Вот пока Ганс находится в отстранении Там в другом нашем проекте Мы тут унижаем рандом И почему-то у нас Видимо Варгейминг смирился Что ли С тем, что мы тут Из их целевой аудитории Делаем Рамос И вот и выехал в ад Я пытаюсь ростовать Наши нам не помогают Наверное, они смотрят наш выпуск Какой сакшот Ну да Но просто Блин Но Все-таки хочется Раз уж на нас на фоне нашего базара Идут бои Хочется хотя бы что-то показать Я стараюсь Ну, как всегда Да Ну Вот Происходящее Именно Как раз Объясняет Почему мы так не любим союзников Почему мы устраивали И отстрел И Экзекуции в чате Потому что Вот мы с Романом Рейнсом Воюем вдвоем Сзади очень много наших Но никто нам не помогает Ну Да Поэтому Это Рейнсом Помогал я Я сдох Теперь он воюет сам Так, на чем я там закончил А вот Насчет еще войны в чате Недавно я Смотрел Моя Шот О, мэм Это очень-очень не восемь Прямо щежесть До этого Т-34 Чех Да Состол Может это Улетел Брикошер И Да Вот он сейчас Да ОООООООООООООООООООООООООООН ШОТ почему это происходит пять лет назад закрыли общий чат когда можно было писать и врагам и своим но его закрыли и если раньше от тебя там нагнуло арта кто-то там дал тебе не знаю зашел тебя влаз тебя поджег ты мог написать своим врагам что и просто и как бы союзники от этого особо не страдали наоборот поддерживали всячески помогали тебе надевать врагов но теперь этой возможности нет и вот он подметил что весь негатив теперь направлен в сторону союзников и за все за косяки врагов за косяки свои за косяки того кто играет теперь расплачиваются союзники потому что если мы сканц например иногда мэненов чтобы признать что большинство из наших коллег так называемых ну они играют как куски дерьма но виновата во всем мы нужно выбрать его наоборот Это важно понимать. Это важно понимать. Да, ну, итог. Откровенные черноти мы прибегаем только если, ну, оппоненты наши, ну, прям, да. Блин. Ваншот. Ворпа. Сейчас. Да, нас там зарашили как полных. Ну, или если он очень тупой. Потому что бывают люди, которые, они считают, что они, типа, как этот Рама сказал, я выше этого. Которые либо пытаются нам там разъяснить за понятия, там, пояснить за наши слова, или начать давить на жалость, типа, подумайте, как вы разговариваете. Ну, таким людям уже был один случай, когда мы одного из таких петухов довели до слез даже. Который нам там пытался, который нам там пытался объяснить, что у него умерла мать. Как мы смеем такое говорить, но, да, мы довели его до слез. До слез. Но, потому что не надо было, в общем-то, мы не нападаем ни на кого, в общем-то, просто так. Ну, одно отступление. В танках невиновных нет. В танках мы нападаем на всех, потому что все сад. Да. Вот в жизни мы уже не нападаем на нормальный человек, если он адекватный, нам с ним нет никаких причин воевать. То есть, в реальной жизни, там, в социальных сетях мы нападаем только на тех, ну, кто прям откровенный, просто, я не знаю, я даже на приличных слов подобрать не могу, кто они. Ну, да. Таким, да, таких мы просто... А нормальные люди никогда от нас не страдают. Ну, только если случайно. Но с нормальными людьми всегда можно найти компромиссы, общий язык. Победа поражения. Но, так как у нас, ну, мы показываем войну в чате на фоне, собственно, танков, потому что война ВКонтакте, она носит другой характер. Там, во-первых, мы воюем весьма, ну, не со своих аккаунтов, понятное дело. По какой причине, мы в начале выпуска объяснили. И ищем людей, на которых можно напасть в... Ну, это не люди, это просто петушня. То есть, это всякие фанаты АОЕ, которым я вот лично их просто ненавижу. Я считаю, что это, блин, ну, хуже пидорасов. Вот такие люди. Спасибо. 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 И настолько большое отверстие у себя в заднем проходе, Спасибо. Ну, потому что, да, объем той бутылки, на которую вы можете сесть, ну, его, наверное, и такую бутылку еще не придумали. Причем очень, очень многие представители реальные, настоящие представители криминального мира придерживаются абсолютно точно такой же точки зрения. И вот эти всякие фанаты АОЕ, если они попадают в места не столь отдаленные, они там, ну, выше опущенцев не поднимаются никогда. Да, потому что все их представления про тюрьму, они не имеют ничего общего с действительностью, все их понятия просто сак. Ну, да. Мама, я вырасту бандитом. Мама, я вырасту бандитом. На который был подписан один из людей, ну, хотя процитирую Ганса, человеком его назвать трудно, аngибатором вообще нельзя. ну да не будет вспоминать не будем о плохом вот почему на людей мы не нападаем в социальных сетях нападаем только на всякое говно ну из соответственно показать вам нападение в контакте мы не можем потому что придется раскрыть не наши личности наши личности дают 51 выпуске раскрыты там будут раскрыты личности наших коллег которые не стоит этого делать это будет очень неприятный момент если ты найдешь гриля его от пятер шиш это будет большой плюс потому что он меня просто он меня отследил по трассерам но мы этого делать и не будем ну ладно бог да на пока Не, ну почему? Если бы мы начали выпуск с того, что просто зашли бы в бой и начали там всех петушить, это было бы не очень интересно. Все-таки надо обосновать, зачем мы это делаем. Плюс сейчас я вот еще расскажу как раз небольшой секрет, с чего можно начать войну в чате. Да. А начать войну у нас, как минимум на нашем кластере. Куда делась моя печь? А, я убрал. Я поставил печь и ее убрал. Так как у нас в РУ-регионе, да, война это по большей части подходит для постсоветского пространства, потому что на англоязычных сайтах, играх очень тяжело поджечь очко вот этими вещами, которыми мы занимаемся здесь. Потому что у нас в России считают, что это очень плохо. Ну, может быть это и плохо, сейчас в политику мы лезть не будем, но европейцев и американцев, у них понятия нравственности очень сильно расплывчатые. И там шутками про мать, про дедов, их вообще не вывести из себя. Им настолько на это срать, что даже начинать смысла нет. Но, так как у нас, особенно в этой игре, где возрастная категория, ну не возрастная категория, а целевая аудитория, это люди, которым за 30, то есть люди, которые родились в Советском Союзе, люди, которых воспитывали на уважении к старшим, там, уважении ветеранов. Чё? Не, подожди, я рассказываю это, я лекцию читаю. Вот. Это я тебе рассказываю про целевую аудиторию. Сейчас. Да. Вот. И достаточно, ну, скажем так, 80% жоп пригорает... Ой, его. У меня сейчас, сейчас моя печь уже погнала. Всё. А то я теперь могу посадить. Да. Поджечь жопу можно элементарной фразой. Боже, бородатый, который, это шутка, лет, наверное, как нам с Гансом. Про мать. Про половые отношения с чьей-то матерью. Ё-о-о-о. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Сейчас. Ну, я думаю, да. Ё-о-о, у тебя напали. В общем, шутки и нападения на родителей, это, ну, самая база. Это, в принципе, умеют все. Но, но, есть люди, у которых запас прочности очка, он несколько выше, чем у рядового состава целевой аудитории. Там можно, надо уже искать индивидуальный подход. Опять-таки, есть у нас, как мы перед этим говорили, всякие ауешники, тюремщики. Спустись вниз, он где тебя мое валить. Там уже, у них, например, про мать, шутки не всегда заходят, но, вот, у них больше бомбит, например, Ё-о, у тебя просто... О, Бен! О-о-о! Ах, он! Ну, ладно, мы найдем его потом. Его забанили, может, ему не писать. Вот, у таких псевдотюремщиков, да и, кстати, да, я вот в двух первых, вот, у них горит больше очко не от матери, а от овца. Потому что, когда отец для них идеал, это образец для подражания, и, когда пишешь, да, когда пишешь, что твой отец, да, или то, что он посидел на всех бутылках вообще в городе, ну, там начинается такое, что... Третья стадия, это если уж и это не зашло. Вот, у всех, даже у моих знакомых, бомбит о том, ну, бомбит от того, что мы пишем что-то про дедов, про тех, кто воевал. Да, это причем надо опять-таки сказать, это не значит, что мы как-то неуважительно относимся к ветеранам, или не... Да, нет, это абсолютно... Нет, к ветеранам мы относимся уважительно, понятное дело, в жизни мы никогда такого не говорим, и тем, кто будет так говорить в нашем присутствии, мы их начехлим. Но здесь... Здесь... Да. Дабы поджечь и пробить... Да, фразы и про то, что их деды в 41-м сосали, или то, что мы там чему-то деду ссали на могилу, ну, там подрыв становится такой силой, что бывает даже через монитор видим дым. Ну, да. Мы будем стараться разговаривать огонь в чате, я просто... Её... Случайно, вот случайно, не всегда получается. Это... Случайно, не всегда получается. Ну или второй вариант Если бой настолько сак Что в общем-то в нем уже смысла нет Потому что очень много боев Когда ты заходишь и понимаешь Что боя не будет Что твоя команда просто ничего не может И тогда уж да Надо из боя вытаскивать максимум Хотя бы кого-то нагнуть в чате И ну хотя на твинках и на тесте На тесте вообще можно делать что угодно Там вообще что-то жизнь какая-то Еще не всегда получается вот так вот Взять и разжечь очко У нас блин был реплей Где мы сделали все что надо И разожгли очко в чате И Ганс там бой затащил Но проказни в АГ Реплей этот не воспроизводился Пришлось нам опять как всегда импровизировать Но все шоу наше строится на импровизации Вот параллельно в чате у нас сейчас идет Unstable бой Ну тут оппонент наш просто сак Он вот как раз несет всякую дичь По попке там отшлепает Ну это просто Ну вот после ветеранов Что еще у нас есть Какие еще есть средства в нашем арсенале Вот если уж и это не заходит Но это все родня Просто бывает что не надо ничего особо искать нового Достаточно просто подходить изощренно К тем средствам что мы имеем Те базовые фразы которые есть Просто можно воспроизводить Миллионом разных способов И мать можно нагнуть И пятнадцатью способами И ветерана поиметь Ну конечно да О самому мерзко иногда такое говорить На камеру Ну да ладно Не ну союзники да Это Каждый Они Вот есть Сейчас я даже напишу Суязник Есть Вот мы играем со вторыми Первое это вот Первое это вот Рейнс Мой союзник У нас вот есть вот целый план Тут Тут наши союзники да А вот которые в бою Это союзник Там не Ну не все Но большинство Подавляющее Среди них невиновных нет Их можно нагибать кого Вот первого попавшего в Сибири Как мы обычно Вот почти началась у нас Такая тема на тесте Да и в рандоме Если она кто-то начехлил Из своих вот как Ганса Стрв Мы его найдем Найдем абсолютно любого И сделаем с ним То же самое Почему Потому что они все Одинаковые Все одинаково Петухи Потому что танки Танки это игра Обезличенная Ты на танке Играешь с танком А не с человеком Поэтому А у тебя она тут есть? У тебя она тут есть? Ну ладно Ну да Да Как раз за то Как раз за то Что я в начале Бой говорил После чего Нам пришлось Перейти все-таки На боевые действия В чате Давай еще один бой Попробуем Пока очко разжечь Не получается Надо только что-нибудь Посерьезнее взять Чтобы нас не могли Так легко Отпетушить Ну например Вот так Блин А вот еще раз У нас сегодня С утра Я не помню С утра Или вчера вечером Был спор С одним моим другом У него очень возмущал Тот факт Что Короче Он мне скинул страницу Какого-то Пацана Которого убили Несколько дней назад И какой-то Фойен Тоже интернетный Он там На его странице Устраивал просто У него нереально Бомбило Много друга Что вот как так Он же умер Как можно про него писать Такую жесть Вот Это еще одно Направление нашей деятельности Если Нам говорят Типа Моя мать Все Ну блин Вот лучше такого Не говорить Самое главное Что понять Для войны в чате Никаких Вообще Норм Морали Здравого смысла И совести Быть не должно Если ты хочешь Нагнуть оппонента Нагибай его Вот Любыми способами Да Вот Мать Дед Там Умер Жив Неважно Там Сажай на бутылку Жди в костре Да Вот у нас еще Самая наша Была легендарная фраза Что мы Там Чего-то деда Сжигали на костре Ну у нас очень много Коронных фраз Все мы их раскрывать Не будем Иначе нас будет Очень просто Вычислить Да Ну хотя Он Гансик Демонстрирует Самое главное Здесь Импровизация И Ну блин Чтобы воевать Хорошо Воевать Качественно Все таки Надо быть Не тупым Надо знать Что сказать Если твой Словарный запас Это два слова То Ну Мы встречали Таких оппонентов Которые считали Что они Очень скилловые Которые Помнишь Там был Какой-то Мудак Писал Постоянно Одну фразу Типа Что он там Он думал Что это Очень круто Ё Меня Т-44 Этот Сто Нагибает Свой Он Кстати Меня сейчас Сольет Вот Ганс Он твой Вот Вот Я сейчас Буду Воевать В чате Непосредственно Ганс его Догонит Я надеюсь Тебе надо Его Погнать Погоняй 45 45 едешь Вот у нас Зато два раза Получилось Провоцировать Союзник На то Что они Открыли По нам Огонь Это вообще У нас Очень Да догоняй Его до того У нас Очень Часто Этого Не получалось Сделать Но Здесь Да То есть Это Подтверждение Того Что Очко Уже Уничтожено В принципе Ничего Страшного Да вон Смотри Ты же можешь По нему Стрелять Ты так стреляешь Еще Что Хорош Да у нас бывает Мы тут устраиваем Файл Друг с другом Но очень редко Мы кстати С Гансом Почему мы Настолько Жесть И очень Жестко Нагибаем Всех Остальных Мы очень часто Ну ладно Не так уж часто Но бывает У нас Жуткие бои В чате Друг с другом Не Не такие чтобы прям жесть не так часто но то как мы с гансом друг петушим друг друга даже не каждый союзник так может точнее не каждого союзник мы можем так но касать но потому что я знаю что гансу очко не подорвать ганс знает что чтобы он не сказал мне будет мне будет абсолютно плохо у нас руки развязаны как известно тем кто играет танки в тренировочной комнате можно все да был спровоцирован твар которого просто петушили кстати смотри даже ничего не написал он был настолько сильно опущен да кстати еще хочу сказать надо это надо без не забыть опять таки есть у меня друг который считает что если перестать воевать и просто кинуть в игнор то это значит что ты как бы превзошел нет если ты своего оппонента игнорируешь не говоришь ему ничего или если это контакт то кидаешь в игнор это значит что тебе просто нечего сказать и ты настолько сак что он как бы признаешь что продолжение войны для тебя закончится только анальным угнетением допускают калибру нагибает он к вам хотел узнать понял что такое искали бур там есть не 20 или 25 как бы если ты понимаешь весел все не чувствуешь да лучше может быть и начинать лучше кинуть в игнор пускай скажут что ты просто сак но лучше пускай скажут это заочно и ты об этом не узнаешь что если как делают большая часть игроков они 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 вступают с нами в бой мы их опускаем и после этого у нас жалобы кидают там говорят что мы сак вот здесь принципе в этом бою мы и чат нагнули и союзника еще и ганс бой затащил ринц ганс ринц естественно не бы их нагнули потому что наша команда она нагибается при любом удобном случае да ёооо ты знаешь кого ты слил ты слил андрей оу пен ну как всегда андрей попытался напасть на club Но это по врагам. Вот так вот. Вот так вот. Да, вот, вот. Наглядный пример. Пока мы живы, нам можно дать шот, допустим. Нас слить, устроить с нами перестрелку. Когда мы уже слились, нам нельзя сделать ничего. И пока не закончится. Но даже когда заканчивается бой, война в чате бывает, продолжается. Да. О, мой. 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 Воюйте, но не забывайте про здравый смысл. И запомните, что всегда надо вовремя остановиться. О, мой. 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 да раньше там у тебя в начале декабря закончится буквально через неделю и stay away from the club до новых встреч